Всем добрый осенний день, мои хорошие! Сегодня я хочу вам рассказать историю, которая родилась 16 лет назад. Наш старший сын Петенька живет в сказочном королевстве Таиланд. Прошло 16 лет, а я помню это, как сейчас. Звонок по телефону. Был вечер. Позвонил наш сын и нас поздравил, что мы стали второй раз бабушкой и дедушкой. У них родилась доченька. Папа дал ей имя Алисиана Мэри, а мама – тайландское имя Нонгфа – голубое небо. 3,6 кг, 50 см, дата рождения – 16 декабря, 2545 год. Это внучка из будущего? Вот такое маленькое чудо появилось в нашей семье 16 лет назад. Это первая фотография, которую мы получили. В то время не было телефонов с видео. Здесь наш сынок, наш внучек Алекс и наша внученька Алисиана Мэри и Ленонгфа. Видимся мы, к сожалению, очень-очень редко. До Бангока 9 тысяч километров, 12 часов самолетом. Когда мы были у детей в Таиланде, было, конечно, намного проще. Петенька был у нас переводчиком. А вот телефон. Семья наша тайландская говорит на двух языках – тайландский и английский. Как это сказать, когда в запасе русский и немецкий с акцентом? Володюшка и Иванушка всегда вздыхали и говорили. Сейчас мама начнет говорить. Я говорила и говорю. Говорю то внуку, то внучке с переполненным волнением в сердце. Говорю только три слова, в которые я вкладываю все. I love you. I love you. I love you. Конечно же, мои хорошие, как и для всех внуки, и для нас наши внуки, самые золотые, самые красивые и самые любимые. Вот смотрю я на эту фотографию. Это фотография прошлого года. Наш Петюша, Алекс, намного выше папы. И наша красавица, Алисиана Мэри. Сейчас я вернусь немножечко назад. Буддийский календарь в Таиланде. Это официальный Таиландский солнечный календарь. Он был введен в 1888 году. И летоисчисление, оно начинается от буддийской эры. С 543 года до нашей эры. Сейчас в Таиланде 2562 год. И это самое настоящее королевство, мои хорошие. А значит, здесь можно ждать разных чудес, волшебства, с детства связанные со словом королевство. Практически во всех домах тайцев есть фигурка улыбающегося Будды с большим животом. Такая есть и у нас. Она напоминает нам о Таиланде. А за спиной у него привешан к палке мешок. И по легенде этот веселый и добродушный монах бродил по стране с мешком за спиной. Когда его спрашивали, что у него в котомке, то он говорил, у меня там весь мир. Одни, конечно, были уверены, что мешок наполнен золотом и драгоценностями. Но большинство все-таки сошлось на том, что в нем все горести и страдания мира, которые монах собирал в этот мешок во время своего путешествия. Желая притянуть немножечко счастья, немножечко радости, люди гладили путника по животу. Согласно верованиям народов Азии, живот – это вместилище души. И чем больше живот, тем больше радостей и душевности в этом человеке. Вот такая маленькая легенда. А мы, мои хорошие, конечно же, соберемся всей семьей. Когда семья вместе – это большое счастье. Мы обязательно полетим в Таиланд. Это страна, куда хочется возвращаться. Страна улыбок и страна вечного лета. Спасибо, мои хорошие, огромное за ваше внимание. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Я вас обнимаю. Чус. Пока. Пока.